Аким Павлодарской области провел онлайн-встречу с руководителями более 70 неправительственных организаций региона. Обсуждались вопросы взаимодействия между госорганами и общественниками. Глава региона отметил, что от грамотного взаимодействия государства и неправительственного сектора зависит решение многих вопросов, которые остро стоят в обществе. Сегодня гражданский сектор является основной движущей силой процесса трансформации общества, подчеркнул Аким области. Многие из вас участвовали в различных видах общественного контроля и мониторинга по любым вопросам, начиная по вопросам развития населенных пунктов, вопросов дорожной карты занятости, работы медицинских учреждений, контроля мониторинга, аптечной сети, санитарной обработки городов и многих других направлений. Участники встречи отметили, что взаимодействие государства и НПО должно строиться в том числе в формате размещения государственного социального заказа. Сегодня общественники успешно работают в основном в сфере социальной защиты, тогда как в других направлениях – образование, искусство и культура, охрана здоровья граждан и так далее – они не всегда имеют поддержку. Абалка Яскаков поручил Акимов на местах и руководителям региональных управлений предусмотреть в бюджетах на ближайшие три года финансирование для реализации госсоцзаказа для НПО. По словам главы ЭКОМ Светланы Могилюк, в Полтавской области до сих пор не оценивают эффективность госсоцзаказа. В некоторых случаях это происходит из-за неконкретно сформированной технической спецификации к лоту. Хотя есть и успешные примеры, заметила Светлана Могилюк. Очень результативные у нас показали себя сельские НПО, когда мы реализовывали программу малых грантов. Всего за 500 тысяч они сделали и волейбольную площадку в отдаленном селе, и создали центр компьютерной грамотности для пожилых людей. Мы 10 проектов реализовали, всего на 5 миллионов, но действительно каждый проект принес реальную пользу. Обсудили на встрече и активность жителей в развитии гражданского сектора, проживающих в Сарашиканаке, что в сельской зоне АКСУ представитель фонда ЖАОХАЗАН Калимаш Баймуханова напомнила, что именно с инициативы на местах начинается большое дело. Особенно актуально это в сельской зоне, где объединение работает с 1995 года. Конечно, хотелось бы, чтобы в малом селе была работа, чтобы использовали то, что буквально лежит на руках. Поэтому обратили внимание, что мы можем. Это перерабатывать. Молоко, шерсть. Надо сказать, что инициативы сельские должны исходить от каждого человека, который живет на селе. И каждый должен задуматься, как самому лучше местное окружение. Под лежачей камень вода действительно не бежит. Нужно создавать эти условия. Но с местным населением нужно работать. Есть особенности в сельской местности. С городским населением тоже нужно работать. На уровне райцентров у нас есть поселки крупные, которые тоже представляют достаточно развитые региональные зеленые пункты, где есть определенный рынок потребления. Но мы видим, что за такой период, мы говорим, да, более 25 лет, у нас сформировалась уже инфраструктура, взаимодействие государственных органов, государств в целом с неправительственными организациями. Но нам нужно выходить на новый уровень, на новые переделы для того, чтобы качество этой работы. Теперь мы должны не о форме думать, она есть уже, оболочка. Мы должны о содержательной части думать. В завершение активные полдарские общественники удостоились различных наград. Председателю объединения ЭКОМ Светлане Магилюк, руководителю объединения Берегиня Био Татьяне Пономаревой и руководителю фонда ЖБ Данияру Жумадилову вручили почетные грамоты Акима Полдарской области, глава фонда Десенда Сергей Гуляев и директор фонда Жалхазан Калимаш Баймуханова удостоены знака за заслуги перед областью. Мурат Белмажит, это САКПАРАД.